Диверсанты-разведчики напали на позиции украинских военных возле села Троицкое вчера после полуночи. Завязался бой. Трое боевиков получили ранения. Остальные, бросив своих, убежали. Тогда бойцы 2-го батальона 54-й отдельной механизированной бригады взяли двоих боевиков в плен. Третий скончался от травм. Все трое из России. Один военный командир из Северодвинска, Архангельской области. Погибший командир роты, уроженец Омска. Вот их документы, личные вещи и оружие. Все это часть доказательств в уголовном деле против диверсантов по статье теракт. Сегодня украинские военные рассказали детали этого захвата. Это куртка. Куртка маскировочная. Заметили, как они зашли в посадку. Ну расстояние тут сколько? 20 метров. Ну так как расстояние слишком маленькое, поэтому должен был открывать огонь уже на пару часов. Двое задержанных сейчас в больнице. Один из них на камеру признался, что он старший лейтенант, гражданин России. Но в марте приехал в оккупированный Красный Луч Луганской области и пошел служить мотострелковую бригаду командиром взвода ЛНР. А еще рассказал, что собирался домой в Россию. Гражданин Российской Федерации. Нахожусь здесь, так как прохожу службу в 7-й бригаде 6-й роты 2-й МСБ. В данный момент я командир взвода номер 1. Звание моего старший лейтенант. В марте 16-го года сюда приехал, в Красный Луч. Устроился через Снежной военкомат в 7-ю бригаду. Я обеспечил безопасность, прикрытие на своей позиции. На этой точке, где я находился, 7 человек. Очень большое расстояние. Смысл приезжать сюда есть? Смысл? Здесь народная милиция. Ты много увидел народной милиции? У нас слышал тоже всего. Поэтому я уже собирался отсюда сваливать. Написал уже несколько аэропортов. Он меня не отпускает. Меня ждут в России. В августе месяце я собирался ехать в Россию. Я считаю, что это война бесполезная. Просто убиваем друг друга. А еще старлей обратился к соотечественникам. Вернуться домой, призывая всех тех, у кого есть семьи. Я говорю, приехали сюда. Парни, возвращайтесь домой. Спасибо вашим докторам, что помогли. И что помогли, спасли мою ногу. Вот вообще относятся по-человечески. Спасибо вам всем. Я благодарен бойцам украинской армии, что они сохранили мне жизнь. Сегодня же задержанный сделал новое заявление. Рассказал, кадровые российские военные обучают боевиков на Донбассе. Сам за войну в Украине получал 15-20 тысяч рублей в месяц. А еще попросил родных к нему приехать. Алексей Сергеевич приехал сюда со своим другом, приятелем Марченко Дмитриевым. С Россией, Архангельская область, город Северодинск. Для того, чтобы участвовать в боевых действиях в ЛНР и ДНР. Как узнал, какие у вас там переправили и как попал на территорию Украины? Узнал я это все от Марченко. С Марченко мы поехали на машине прямо с Северодинска. Зашли на Успенку, возят коллегу, таможню. И у нас вот здесь есть российские, конечно, офицеры, которые не как... Не то, что обучают, они как советники должности комменера батальона из-за НШ. Они как просто рассказывают, как нам надо, ну вообще, как должно быть. Как воевать? Да. То есть обучают солдат? Обучают. Ну, вышестоящего руководства советуют, как им это все делать. Информация реальная о психологическом состоянии? Так называемых, получается, боевиков. Воевать никто не хочет. Хотя, чтобы стареть война закончилась. Все устали просто в это время. Зарплаты обычные рядовые получают 15 тысяч. 15 тысяч русских рублей? А обещали? Ну, столько же обещали, там какая-то помощь, там какая-то. А офицеры отнести? Офицеры ответственные? Ну, если столько не получивали, все деньги, которые мне посылались, мне посылались только из России. Так, пропишите эту ситуацию, то, что вы рассказывали до приезда сюда, и то, что вы увидели. Я рассказываю, что село Украины бомбили все живые дома, Квардова. Я почему-то в этом сомневаюсь, потому что у меня была информация такая, что били и по своим же, ну, полщине, и по Украине. То есть, два снаряда туда, два снаряда туда. То есть, я этим самым думаю, что провоцирую. Почему маме придать привет? Ко мне здесь все нормально относятся. Я раненую ногу, помогает, почти лечит меня. Думаю, что скоро мы встретимся в России. И моя жена, да, она приезжает за мной сюда. Тот информационный продукт, который дается в России, не соответствует действительности. Здесь все совсем по-другому. Я увидел отношение к себе со стороны военных. Ко мне здесь относятся в нормальном виде. Много взлетят сюда в Ангаре. Что? Просвятие этой войны. Эксперты уверены, задержанных российских боевиков нужно обменять на пленных украинцев. На кого? Возможно, об этом мы узнаем уже завтра, после очередного раунда минских переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.